Всем доброго времени суток и небольшое видео Зачем мебельшику на заказе сверла Фостнера? Или по-другому фрезы их еще называют. Вот такая вот, к примеру. Вот такая вот. 19, 14, 16, 26, 24, любая. Ведь все же засверливается в цеху, а потому что никогда не знаешь, может быть какая-то фальш-панель, какая-то деталь не просверлена, или ошибка конструктора, там вообще не предусмотрено сверление, или шкаф нельзя собрать, там, допустим, на комформаты, а только на рафиксы. И ты берешь дрельку, вставляешь, и, пожалуйста, под рафиксы, под минификсы, легко. Берем, вставляем. Скоров никаких нету, это требует только мастерства. Или вот, к примеру, берем вот такую штуку, 35-я. И как это выглядит? Отмечено под петли. Ясное дело, что все, конечно, требует профессионализма, и так далее. И проверяем. Хочешь, мюллер вставляешь, вошло идеально. Даже плотненько. Хочешь, блюм. Где-то написано, блюм. Саличи. Хейфель. Любые петли легко входят. Хетич. Раз, два, три. Все что угодно. Обцарапал, когда показывал. Так что, в принципе, на заказе, желательно на заказ брать с собой вот такие вот фрезы. Или сверла фостнера по-другому правильно называется. Вот, чтобы, если вдруг обстоятельства так сложились, что надо просверлить какое-то отверстие, какое-то другое крепление, не думать, не бежать, а у тебя в запасе с собой есть. Ты просто просверлил, вкрутил минификс, и проблема решена. Вот так вот. Удачи всем. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся, оставляем комментарии. С Богом!